добрый день уважаемые подписчики снимаю сегодня ролик на тему газа качество газа хотел я его снять ранее еще примерно неделю назад а то может даже и месяц у меня все было как-то планах снять потому что качество газа совершенно совершенно никуда не годится платим мы неизвестно что мы платим за воздух счетчик мотает считает газ практически не горит один воздух идет и это конечно обидно потому что цена сумасшедшая приходится платить половина зарплаты только за один газ живи за что хочешь и вот сегодня поставил камеру думаю все таки засниму и перед проверочкой включила газ стал эти не то что нормально но лучше намного но процента уже на на 90 на более-менее терпимый так как до этого но всегда у меня это газовая печка всегда она настроена одинаково то есть горелочки горели хорошо все равномерно воздух был отстроенный и с каждым годом и с каждым месяцем она все больше и больше 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 подымалась воздуха то есть зажигаешь и там третья часть конфорки не горит полностью воздух идет или пока подожгаешь спичку шурует воздух и воздух и потом подожгло и не полностью загорается то есть понятно это избыток воздуха так как вот некоторые показывают что от газ плохо горит это виноваты газовики там туда-сюда газовики то принципе это не причем это это уже прямо со скважинцы скорее всего года скачают там с воздухом вот это и шкуру дерут сумасшедшую то есть если красный газ и горелась которая как собой в газовом хозяйстве работаю и если красное пламя вот как некоторые показывают там есть ролики вода газ это да там просто лучше воздуха добавить и все будет нормально забились может быть воздушные канальчики туда-сюда же клёр чеки там почистить все ну когда идет синий газ наполовину горелка не горит то есть я шипит этого этого это естественно воздух это опять же ему качают нам и никаких не хватит ни денег ничего на этот воздух потому что тепла его как такового нет естественно по обратил внимание на счетчик счетчик начал мотать естественно во много раз больше и плюс еще эти счетчики меняют я вам скажу то что поменяли мне сделали счетчик и поверку отвезли смотрю его разбирали там на силикон посадили все это дело и опять же он начал считать опять в два раза надо больше стал считать что там они ему делать шестеренки поменяли ли чё но стал мотать как бешеный стал оплатить больше вернее оплатить ладно это как бы цена большая до газа но кубов то больше откуда дом у меня небольшой в этом всего лишь 29 квадратов всего лишь две комнатки 3 там это третья кухня и она как было так и есть дом я утеплил за вот этот год за два года я его больше утеплил и стекла двойные поставил и пенопластом утеплил поштукатурил сделал все как бы уже дальше некуда чем больше и утепляю темы получается расход газа идет больше то есть получается вообще жуть какая-то опять же показывали ролики от отбирали газ квартире там женщина одна экспертизу заказала так и так говорит было так осталось чайник два раза дольше закипает и и планету ему платим сумасшедшие деньги кубы идут отобрали у нее как в канистру там это куда там пластиковую повезли на анализ и туда-сюда это там каком-то городе не помню но это все лохотрон каждый же понимает что там что хочешь накрутят но кто это в лаборатории пойдет против государства конечно они там все хотят работать оставаться на месте никто им не даст сказать что да газ был плохой это же наивно верить в то что лаборатория скажет газ плохой действительно так что посмотрите там эти ролики которые еще снимали только плохой газ это там проверка газа это все стопроцентная лохотрон вы сами прекрасно понимаете вам сейчас посмотрим какой сейчас стал газ и какой какой был уже не получится в некоторых там роликах видно какой был третья часть конфорки не горит а то и половина потому что воздуха много у меня была тура самая где-то третья часть или половина процентов 60 на нагорела остальное воздух то там то там пролетает ничего не сделать и спичкой не подпалишь его пока его подпалишь пока нагреется там разгорается в общем попробуем вот сейчас он горит это можно сказать почти хорошо горит вот какая-то часть выходит воздух вот воздух тут немножко но это это уже немножко ладно его хоть подпалить спичкой можно нормально вот если уменьшаю я вот уменьшаю все равно вот не горит сейчас она должна загореться вот когда еще меньше сделать она загорелась то есть это естественно тогда получается более-менее не сдувает воздухом пламя и она немножко под загорается ну то есть красного пламени совершенно никакого там если девочки проскакивают а это именно касается грязной конфор очки они как бы воспламеняются то сейчас газ стал лучше это однозначно лучше стало очевидно все таки как-то что-то дошло до этих блин монополистов что нельзя у людей так такую сумасшедшую сумму и плюс такую шаг гадостный газ вот это вообще прекрасно горит так что слава богу не зря люди боролись писали снимали ролики некоторые качестве газа все-таки газ улучшился смотрю улучшился то было до этого вообще невыносимо ставишь чайник закипятить сюда открываешь наполовину чтобы меньше было и в доме воняет газом потому что он не весь его с воздухом выбрасывает выкидывает туда и запах газа именно сейчас как-то вот попробовал чайник поставить нормально когда сверху чайничек ставишь но более-менее уже нормально то есть уже терпимо а то свист стоит и никакой совершенно тепла никакого до чайник среднем как бы раньше закипал насколько помню это 45 минут определенное количество сейчас до дольше закипает понятно ну куда деваться хочется денег очень много хочется денег за то же самое что и было добавят то есть платим за воздух мы за воздух плоти мы тут каждый понимает что воздух пока еще ничего не стоит хотя уже начинает вот это вот считаю что куб воздуха третью часть добавь туда воздуха и пошло поехало хотя воздух добавлять в магистраль это это конечно опасное дело это взрывоопасная смесь получается и и как бы нежелательно потому что если чистый газ стопроцентный идет умный он как бы ну может загореться чисто загореться вот так вот пламя идти и гореть спокойненько если он смешан с воздухом это уже получается взрывоопасная смесь и она намного страшнее вот в этом случае допустим вот сейчас эта горелка не горит полностью половина какая-то часть ее выбрасывает воздухом вместе с газом на в комнату то есть дойдет концентрация какая-то примерно там когда смешается с воздухом до определенной концентрации естественно получится взрыв если допустим и чисто газом наполнить комнату одну вообще без без кислорода вот с конфорочек и поджечь там будет просто как бы происходить медленное горение и все больше ничего с газом именно с кислородом с воздухом именно смесь это взрывоопасно я не знаю как это чё там делается но очевидно просто качество газа но со скважины идет паршивая так оно и получается к нам сюда через резкий приходит давление только уменьшают добавляют туда аддорант для запаха что мол все-таки мы пользуемся газом не чем-нибудь а газом воняет воняет дальше хорошо а то что как это показывает если на в лаборатория там проверяют нет здесь но нельзя ничему верить вы сами прекрасно понимаете ну что верить в эти лаборатории которые но никто я сто сто процентов уверен никто не верит кроме тех кто сам делает эти анализы проводит то есть не будем здорово уже в этом внедряться углубляться в эти технологии как там проверяют они говорят что нельзя даже практически невозможно подделать вот там некоторых роликах то подделать все возможно совершенно все нет такого чтобы можно было не подделать как один говорил не помню кто уже дорогой мой вся контрабанда делается в одессе это как из какого-то фильма не помню уже точно но то есть я практически все сказал то что допустим я вот подразумеваю знаю ну и если опять же ухудшится газ снимайте люди ролики вылаживать это хоть как-то мы сможем бороться с этим хоть в интернете у нас возможности больше нет нас никто не слушает совершенно потому что монополисты все захватили полностью так что до свидания ребята до встречи